У вас на брокерском счете есть сумма в 100 тысяч рублей. Никаких акций вы не покупали. На счете просто деньги. При этом вы провели анализ и вам четко понятно, что Сбербанк будет падать со 100 рублей за акцию до 70. Конечно же, в этом случае вы могли бы просто подождать, пока акция упадет до 70 рублей, купить ее там, а когда она снова вырастет на 100, продать и получить прибыль в 30 рублей на акцию. Однако вы знакомы с технологией заработка на падение цены и решаете ей воспользоваться. Итак, на счете 100 тысяч рублей, только деньги. Текущая цена Сбербанка 100 рублей за акцию и ваше четкое понимание, что он будет стоить 70. Вы идете к своему брокеру и говорите, слушай, дай мне взаймы акции Сбербанка. Он спрашивает, а сколько акций ты хочешь? Вы говорите, 500 штук. Брокер считает, вы хотите взять в долг 500 акций стоимостью 100 рублей каждая, то есть на общую сумму 50 тысяч рублей. Затем смотрит на ваш счет, а у вас там 100 тысяч рублей. Размер вашего брокерского счета полностью покрывает деньгами сумму, на которую вы хотите взять акции в долг. Без проблем, говорит брокер, бери. Вы берете и, недолго думая, продаете эти акции тому, кто хочет их купить на бирже. Продаете по текущей рыночной цене в 100 рублей за акцию, получив за это 50 тысяч рублей. Как только вы это сделали, можете сказать, что вы открыли или заняли короткую позицию по Сбербанку. Ее еще называют шорт. Это стандартная биржевая терминология и во всех источниках означает то же самое, а именно проданные, взятые в долг у брокера акции. Не имеет никакого отношения ко времени удержания позиции. Вы можете зашортить акции хоть на три месяца. Это все равно будет называться короткой позицией. Итак, продал взятые в долг у брокера акции, значит открыл короткую позицию, встал в шорт или зашортил. Все это одно и то же. Отныне у вас на счете 100 тысяч рублей своих денег и 50 тысяч рублей денег, полученных от продажи акций. И долг брокеру в виде 500 акций. Ведь вы взяли акции у брокера в долг, а значит рано или поздно придется этот долг отдавать. Далее реализуется ваш план. Цена на акции начинает стремительно падать и доходит до уровня в 70 рублей. Вы теперь покупаете на бирже 500 акций Сбербанк по 70 рублей, то есть на сумму 35 тысяч рублей. На вашем счете 100 тысяч своих денег, 15 тысяч рублей денег, оставшихся после покупки акций Сбербанк по 70 рублей и 500 акций, которые вы должны вернуть брокеру, поскольку брали у него в долг. Вы возвращаете акции брокеру. В этом случае говорят, что вы покрыли или закрыли короткую позицию и у вас на счете остается сумма в 115 тысяч рублей, минус комиссионные. Результат, полученный аналогично тому, как если бы мы сначала купили акции по 70, а потом продали по 100, только мы сделали наоборот. Сначала продали по 100, а потом купили по 70. На английском открытие короткой позиции обозначается как sell short или просто short. Закрытие короткой позиции обозначается как buy to cover или просто cover. Это и есть технология заработка нападения. Для того, чтобы более детально понять схему, пересмотрите данное видео несколько раз и вы поймете, что хоть это и звучит сложно и замысловато, на самом деле очень даже логично и просто. Когда я говорил, что вы идете к брокеру и просите у него акции в долг, он смотрит на ваш счет и так далее, естественно, это не означает, что вам реально надо ехать в офис к брокеру, оформлять какие-то дополнительные документы. Все происходит автоматически. Просто в торговой программе, через которую совершаете сделки, вы просто нажимаете соответствующие кнопки. Открытие короткой позиции – это стандартная операция в биржевой торговле и ничего специфического с точки зрения исполнения сделок здесь нет.